Маленький пазл большой картины. Маленький пазл большой картины. Друзья мои, знаете, кто вообще складывал пазлы когда-нибудь? Есть такие или нет? Многие, да? Или немногие? Ну и есть, вы складывали. С техни там все время складываешь пазлы. И знаете, складывая пазл за пазлом, мы складываем определенную какую-то картину. То есть сначала мы видели какую-то картину, которую мы хотим сложить, потом мы начинаем, берем вот эти все пазлы и начинаем ее складывать. Я сегодня так и назвал проповедь, что маленький пазл большой картинок. Я хочу, знаете, чтобы мы посмотрели Божьими глазами, как Бог сегодня смотрит на нас. Как Бог сегодня смотрит на некоторые моменты. Знаете, мы привыкли к каким-то определенным доктринам, к которым мы научились. Мы привыкли жить определенными стандартами и определенными методами. Но я вам хочу сказать, что у Бога есть Его совершенная воля и есть Его план. И вы знаете, мы привыкли так мыслить, например, что Бог любит меня лично. Да и аминь. Бог любит тебя лично. Ты, что Бог ценит тебя. Да и аминь. Бог ценит тебя как личность. И вы знаете, мы привыкли так, что Бог спас меня. И поэтому я спасен и все хорошо. Живу спасенной жизнью. Но как живу, это уже никого не волнует. Знаете, ну правда, мы привыкли к разным таким моментам, которые мы сами же утверждаем, сами говорим. И правда, друзья мои, мы привыкли к такому утверждению, что Иисус Христос, Он умер бы за тебя лично. Отдал бы свою жизнь. Ну это правда. Он может быть и умер бы лично за тебя. Но истина такова, друзья мои, есть истина Его Слово, где Бог четко показывает в своей границе, как Он смотрит. Потому что в нашем понимании картина нашей жизни зачастую сконцентрирована на мне самом. То есть я смотрю лишь на себя и вижу только свои планы, свои цели, свои задачи в жизни. Но, друзья мои, есть нечто более важное. И Бог смотрит на нечто более важное. Когда Бог смотрит на землю, конечно же, Он смотрит на тебя тоже. Но, друзья мои, у Него есть более глобальный план. Поэтому часовой механизм, знаете, когда мы смотрим, вот часы эти работают, но каждая деталь, ну сейчас более современная, там на батарейках, там и деталек особо нет. Но на самом деле, друзья мои, каждая деталь, она как пазл, который объединяет целый механизм. И нам потом нравится, что у нас есть певи, есть часы, и мы куда-то не опаздываем, или наоборот опаздываем специально. И, знаете, я называл эту проповедь в таком ракурсе, чтобы мы увидели, как Бог смотрит, что Бог видит. Потому что очень часто мы не замечаем. И нам кажется, что то, что я получил, то, что я имею, я уже этим живу, и этим наслаждаюсь. И, слава Богу, все хорошо у меня. Давайте посмотрим Деяния апостола, 20 главу, 28 стиль. Я хочу прочитать. Вы знаете, это был собор, когда апостол Павел уже, будучи, перед тем, как ему должно было идти в Иерусалим, и потом через какое-то время он еще служил в Иерусалиме, находясь в заключении, и в итоге он служил, но потом, вы знаете, что он был казнен. И, знаете, перед тем, как уже приближался его час, его время, взятие под стражу, и он добровольно шел в Иерусалим, он собрал пресс-фитера в Ефесе и всех церквей, и говорил им очень важные слова. И, вы знаете, Деяние апостола, 20 глава, говорит о важных событиях и важных моментах в жизни. Потому что, знаете, в самом конце жизни люди обычно говорят самое важное. Когда ты смотришь на жизнь людей, которые прожили какую-то жизнь, и, знаете, когда они о чем-то говорят, то их слова имеют вес, имеют мудрость, имеют откровения определенные, потому что они что-то прожили, и они в чем-то утвердились, они что-то прошли, через что-то прошли. Я помню, когда я был молодым парнем, знаете, когда родители о чем-то говорили, они же не говорили не с целью того, чтобы, знаете, нас в чем-то ограничить или ограбить. Они говорили с целью, чтобы помочь. Но ты знаешь, как, будучи молодым, ты никогда не понимаешь. И твои слова зачастую вес не имели. Мы любили поспорить, мы любили доказать свое мнение, мы любили просто доказывать свое. Но, друзья мои, есть что-то очень важное. И апостол Павел, когда собрал пресс-фитера, он хотел донести важные мысли, важные откровения, потому что он знал, и он говорил нам, что по отшествии моем придут лютые волки, которые не будут щадить стадо. Он много говорил там о церкви тоже. Он говорил о тихих и стадо. И вот что он говорил в День Ахпостола, в 20 главе, в 28 стихе. Он говорил такие слова. Итак, он говорил пастырям. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей». Итак, он говорит, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас». С кем? Блестителем. Такое страшное слово. Ну, близки, вы поняли, это значит наблюдать, помогать, ободрать, ну, в смысле, ободрять. Да-да, ободрять, не ободрать, вы поняли. Это просто американцы так говорят, когда приезжают. Говорят, мы приехали вас ободрать. Ну, пить и ободрать. Итак, друзья мои, посмотрите, он говорит, что я поставил вас, и он говорит, внимайте себе, если мы стаду, которым Дух Святой поставил вас быть блюстителями и пости церковь Господа Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Вы знаете, если бы Библия была проведена тем, чтобы там говорилось, что Иисус Христос провел свою кровь там лично за пастора Ван, за пастора Ван, или Иисус Христос провел свою кровь там за Светлана, или Иисус Христос провел свою кровь там за Людмилу. Ну, друзья мои, мы четко видели в Писании, что Иисус Христос приобрел своей кровью что? Церковь, друзья. И Иисус Христос имеет взгляд на церковь. Картина спасения Иисуса Христа, картина омытия святой кровью, она не включает в себя только лишь личность. Но когда смотрит Иисус, то когда Он смотрит на меня, когда Он смотрит на тебя, когда Он смотрит на каждого, кто приходит к Нему, когда смотрит Бог Отец на каждого, Он смотрит через призму тела Христова. Поэтому Иисус Христос, Он приобрел, Он заплатил цену своей крови за церковь, друзья мои. Поэтому доклина о том, что Иисус лично умеет за тебя, она, конечно же, в какой-то степени правильная, но не совсем. Потому что Иисус Христос не просто смотрит на тебя как личность. Иисус Христос смотрит на свою церковь. Иисус Христос смотрит на свое тело. И Иисус Христос смотрит на большую картину, чем мы себе можем представить. Потому что мы все склонны к эгоизму. Мы все привыкли жить своей жизнью и мыслить своими мерками. Но Иисус смотрит намного дальше, намного глубже, намного больше. Поэтому, друзья мои, когда Он говорит о спасении, когда Он говорит об омытии крови Христа, Он говорит не только о личности, Он смотрит через призму своей церкви. Друзья мои, вот почему некоторые вещи иногда мы можем понимать. Друзья мои, я хочу вам сказать, когда я был на миссии, вышел в другой город, я, как никто другой, понимаю более всего, насколько важна церковь. Насколько важна тело Христа. Почему сегодня я об этом говорю, друзья мои? Потому что дьявол сегодня вносит различные доктрины. Что угодно, как угодно. Сегодня, знаете, привычно стало стать телеприхожанином. Телеприхожанином, через телевизор, например. Удобно, очень хорошо. Проповедник тебе никогда ничего не скажет. Лично не обречит тебя, как-то, знаете, каких-то коррективов, никаких не даст. Ведь он же сказал, Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть, другими словами, теми, кто наблюдают. Друзья мои, кто-то скажет, неужели пастори и словители, это те, кто наблюдают, должны наблюдать за моей жизнью? Я хочу вам сказать, да, так говорит Писание. Это не они себя поставили, это Дух Святой поставил их, чтобы блюсти. Церковь Господа там написана. Потому что это не наша церковь, друзья. Поэтому, кто бы здесь не служил бы, не проповедовал бы. Кто бы здесь не был бы. Это не наша церковь. Да, Бог поставил кого-то блюсти. Но это церковь Господа, которую он приобрел своей кровью, ценой своей крови. Поэтому, когда он смотрит на твою жизнь, на тебя, он смотрит через призму своего дела. И поэтому, если ты в теле, то кровь Христа, она очищает, омывает себя. Тот же апостол Петр, по-моему, да, писал? Или кто, не помню уже, кто-то из апостолов, что когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа омывает нас. Друзья мои, посмотрите, как Бог сделался зависимым на всех от своего, от себя, от тела Христова. Мы все зависимы от Него. И знаете, когда я был на миссии, когда я сегодня бываю отвечу людей, которые, ну, не почитают церковь Божью важным объектом своей жизни, и знаете, говорят, я тоже с Богом, я тоже с Ним хожу. На какой ноге там, не знаю. Я уже когда-то говорю, что ходить на короткой ноге это инвалидность. Поэтому лучше ходить на обоих ногах. По крайней мере, на духовной. И поэтому, знаете, когда я встречаю таких людей, мне жалко смотреть на них. И бывает, ты не можешь человеку даже ничего объяснить и дать ему понимание. Потому что если человеку не открыто, это бесполезно. И вы знаете, очень часто, когда мы живем своей жизнью, мы обращаем внимание только лишь на себя, только что вокруг нас. Когда мы бываем, знаете, бывают люди, концентрируются и зацикливаются на себе, на своей семье. Ну, к примеру, вот пока я не спас там свою жену и не помню этого своего мужа, я не могу идти дальше. Я не могу спасать других людей. Сначала я должен спасти там свою семью. Но вы знаете, я хочу вам некоторую правду горку открыть. Будут ситуации, в которых некоторые люди откажутся от спасения. И это могут быть чьи-то близкие родственники. Не может такого быть. А может такое быть. Потому что Бог не насильник. Он всегда дает человеку свободу выбора. Бог никогда никого не насиловал. И когда человек концентрирует свое внимание только лишь на своих проблемах и на том, что происходит вокруг его жизни, он теряет свое призвание и предназначение, которое Бог вложил в него. Которое Бог предназначил для него, чтобы он исполнил его. Поэтому, друзья мои, когда Бог смотрит на нас, он не смотрит только лишь на одного человека. Нам кажется, что это я такой. Посмотрите все на меня. И поэтому бывает часто, когда человек приходит в церковь, и он желает, чтобы на него только смотрели. Чтобы ему только служили. Чтобы возле него только все крутилось. Но правда такова, друзья мои, что Бог так не поступает. Бывает, приходят люди в служение, знаете. И когда приходит человек в служение, вместо того, чтобы войти в видение этого служения, он приходит и пытается переключить свое внимание на свое видение. Но, друзья мои, это не истина. Мы все имеем свое видение, мы все имеем свои планы, свои цели. Но у Бога есть единый план. И когда сегодня люди входят в разное заблуждение, и даже о спасении, я хочу сказать, есть много разных факторов, нюансов, вопросов, которые можно задавать, и разобраться нам нужно с этим. Потому что, знаете, для меня тело Христово является важным значением. Я понимаю, что когда я говорю слова «Кровь Иисуса Христа на мне», то я имею смысл и подразумеваю, что я имею в виду. Я имею в виду то, что я нахожусь в теле Христа, и поэтому кровь Иисуса Христа омывает меня. И поэтому, находясь в теле Христа, Бог смотрит на меня. И поэтому Он оправдывает меня. И поэтому Его благодать действует в моей жизни. Потому что я пребываю в теле Господа Иисуса Христа. И когда я был на миссии, знаете, я знаю, насколько трудно, потому что люди не понимают, когда они находятся, допустим, в своем городе и ходят в свою церковь. Знаете, и когда у тебя в жизни бывает, ну, все хорошо, то люди часто задуматься не забывают, что это из-за того, что ты в теле Христа. Но когда человек начинает выходить из тела Христова, описание говорит, что цель сатаны, прийти, сделать все так, чтобы разрушить взаимоотношения, нанести урон, чтобы человека вырвать из Церкви Божьей, вырвать из тела Христова. Друзья, с какой целью? Чтобы сделать его счастливым и самым лучшим человеком на земле. Нет, друзья, чтобы его опустить, унизить, чтобы разрушить его жизнь, разорвать его отчасти. И я хочу вам сказать, когда вначале такое происходит с человеком, то поначалу ему кажется, что все еще нормально, потому что тоже благословение и по крову Божьей все равно еще действует. Вы сами знаете, что когда, даже если часть тела вдруг, знаете, оторвала или еще что-то, да, то он не сразу отмирает все. В какое-то время оно еще живет. И есть шанс в какое-то время еще что? Пришить, пределать и сохранить орган или же часть какую-то тела. Но, друзья мои, приходят по мне, если не предпринимать каких-то мер, то что происходит? Смерь наступает внезапно. Вдруг мало-помалу и не замечаешь, как все происходит. И, друзья мои, когда Бог смотрит на нашу жизнь, Он смотрит через призму большой картины. У нас у всех есть своя часть жизни. Ну и наша часть жизни, она сложена из разных пазлов в нашей жизни. У нас у всех есть свой сюжет. Правда есть жизнь? Ну, ты к чему-то пришел сегодня в своей жизни, потому что ты вкладывал часть за частью какие-то сюжеты, и вот получилась вот эта картина. Но, друзья мои, когда Бог смотрит сегодня на свой народ, на каждого верующего в Него, Он смотрит через призму тела креста, через призму большой картины. Поэтому, друзья, нам не нужно обманываться в том, что церковь это не важно, церковь это не нужно. Друзья мои, один служитель, это Джо Баксу, когда он учил о команде и о 17 законах работы в команде, и один из законов, который он представил, это закон большой картины, закон большой картины, это то, что он увидел. И он говорил, что девиз этого закона такого, что цель важнее роли. Скажи со мной, цель важнее роли. Знаете, когда люди приходят в служение, становятся частью служения, я видел такие тенденции, что когда приходят люди, знаете, и что-то в их жизни получает, когда приходят трудности, испытания в их жизни, они всегда приходят, и чтобы оправдаться, они всегда выдвигают какую-то свою версию, почему они не могут что-то сделать. Они выдвигают свою картину. И правда такова, что у нас есть у всех своя картина и своя версия. Но, друзья мои, когда мы смотрим на цель достижения Божьей цели, когда мы смотрим на картину всего служения, то мы должны увидеть, что Бог смотрит, что цель важнее, чем наша роль. Вы знаете, у нас у всех есть своя роль в теле Христа. Бог предназначил каждому месту в теле Христа. И когда Бог смотрит на свою церковь, Он не только лишь смотрит на тех людей, которые просто приходят и отдыхают в церкви, но Он смотрит как на тех, кто действует сегодня в церкви. Знаете, если ваш муж, или жена, или дети, или кто-то в семье, просто, знаете, приходит, лежит телевизор, щелкает семечки, ест, пьет, и куда-то уходит, то это не жизнь в семье. Это невозможно назвать семьей. Это называется просто сообщество по интересам к кому-то пришли, каждый что-то сделали и разошлись. Но на самом деле настоящая жизнь это когда каждый принимает прямое и непосредственное участие. Ну так или нет? То есть, мы с вами все принимаем участие в жизни друг друга. И тело Христа, когда Бог смотрит на свою церковь сегодня, Он смотрит на большую картину. Он смотрит на действенность каждого шведа тела Христова. Он смотрит на то, чтобы каждый был действенным, а не бездейственным. И поэтому, знаете, когда мы говорим о теле, мы говорим о действенности на теле, где каждый орган работает. Знаете, если бы сегодня в нашем теле какой-то орган бы не работал, мы бы закричали, нам бы стала бы больно. И мы бы не меряем на то, что-то делать. И если бы он умер, его пришлось бы удалять. Вы понимаете? Поэтому, друзья мои, если мы разберемся с тем, что Бог сегодня видит, то мы поймем. Поэтому, друзья мои, цель важнее, чем роль. Цель важнее роль. Мы должны это понимать. И если мы все поймем это откровение, друзья мои, я в своей жизни когда понял это откровение, по правде говоря, у меня тоже есть много разных планов. Даже на сегодняшний день у меня были свои планы. По большому счету, я даже не знал, что я сегодня буду проповедовать и буду сегодня служить. Но у меня были свои планы. Вы знаете, друзья мои, я принял когда-то решение, что цель важнее роли. Если это касается служения, то мои личные цели, точнее, моя личная роль, она не настолько важна. Цель служения важнее, чем моя личная роль. Если это касается церкви, то цель церкви важнее, чем цель служения, и важнее, чем личная цель. Ну, личная роль точнее. И поэтому, когда, друзья мои, я это понял и стал так жить, во-первых, мне стало легко и хорошо. И я хочу вам сказать, есть некоторые факторы, которые присущи этому, чтобы исполнить цель и предназначение. Ну, а о них мы посмотрим немножко позже. Я хочу, чтобы мы еще посмотрели одно место из Писания. Это Ефесянам, пятая глава, 22-й, 23-й стих. Ефесянам, пятая глава, 22-й, и 23-й стих. Здесь очень интересное место начинается для мужей, но не об этом мы сегодня будем. Итак, 22-й стих, 23-й. Жены, поминуйтесь своим мужям как Господу. И все жены сказали, несколько есть. Есть причина, друзья, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Я хочу сделать рецепт внимание. Посмотрите, здесь сказано, что Христос есть глава церкви. И он же кто? Спаситель тела. Посмотрите, я хочу нарисовать некоторую картину. К примеру, я попал в ситуацию, В этом теле есть множество разных органов. Есть внутренние органы, есть, ну, в смысле, не МВД, не Министерство внутренних дел, ну, правда, не те внутренние органы, а есть у меня внутренние, есть внешние. И посмотрите, если, например, я попадаю в какую-то беду, ну, к примеру, пожар, и я попал в ситуацию, где я попал в каком-то закрытом здании, все горит, пожар, и мне угрожает опасность. И я не могу вырваться, и понимаю, что еще немного, и все, и я погиб. Но вдруг в этот момент находится какой-то человек, который там, я не знаю, добирается бедно, образом, до меня, протягивает мне руку помощи и спасает меня. Друзья мои, как вы думаете, если я спасен, то неужели печень будет орать и кричать, ааа, я еще горю там? Если спасено все тело, то и все органы что? Спасены. Спасены. Я хочу, чтобы мы посмотрели и сделали акцент нашего внимания на то, что Бог хочет вам показать. Христос является спасителем тела, поэтому большая картина для Христа важнее наших маленьких вот этих пазлов. Конечно же, им ведь пазлы важны, потому что пазлы складывают картину. Кто наблюдал, когда-нибудь за тем, как рисует художник? Знаете, это вообще интересно, потому что у него есть определенная картина, которую он уже запечатлел внутри себя. И когда он что-то рисует, не сразу все понятно. Ты думаешь, что там такое вообще происходит? И он пазл за пазлом складывает эту картинку. И когда он вырисовывает картину, мы потом все наслаждаемся этим шедевром. И когда он смотришь, думаешь, вау, как красиво. Но вначале, друзья, это есть разные действия определенные. Есть там, ну, штрихи всякие, есть там, сначала наброски, там, штрихи там делают, и все такое. Я не знаю, как все это называется, но это долгий, длительный процесс. И вот так складывается часть за частью вся жизнь. Ну, или же картина определенная. Поэтому, друзья мои, Иисус смотрит сегодня на свою церковь через призму тела Христова. И он же есть Спаситель тела. У меня вопрос. Если Христос есть Спаситель тела, то как же мне спастись тогда? Это и кислый вариант быть в теле Христова. Когда я действенный член тела Христова, то, друзья мои, у меня есть гарантия, что если Христос Спаситель тела, а я в теле Христа, то значит и я буду что? Спасен, друзья мои. Это гарантия, которую Бог дает. Вот почему важно находиться в теле Христа. И потом, знаете, когда я был на миссии, и там, ну, разное было, и нечистые духи приходили там, и все такое. Когда ты находишься на территории, где чужие люди, когда ты никого не знаешь. И было, знаете, люди приходят там, говорят, я ведь что там быть миссионерами, и все. Когда спрашиваешь, а ты вообще-то служишь людям? Ты идешь на улицу, там, благовестуешь людям? Зачем? Меня Бог призвал, типа, я жду, когда вот я поеду, и Господь там меня призовет. Или же я там вызвал быть апостолом, или еще кем-то. Но знаете, правда такова эта проповедь немножко другая, возвращаясь назад. Когда шаг за шагом мы чего-то достигаем. Не бывает такого, чтобы мы что-то перескочили. испытания мы проходим, оказываясь верными, и тогда только достигаем каких-то определенных рубежей. И поэтому, друзья мои, я тоже, знаете, ну вот думал, мысль по-другому. Но я хочу сказать, знаете, человек ничего не сделал в этом направлении. Не приходит здесь, в этом городе, где есть тело Христа, где есть церковь Господа, где есть постоянный покров. Не там не служат людям, то когда он поедет на чужую территорию, поверьте, это нелегко, это очень сложно. И когда я был на этой территории, знаете, ну приходилось очень трудно. И, ну я всегда ходил в церковь. Я находил там церковь, я ходил туда в церковь, я там служил, в этой церкви. И были хорошие, сильные служения, помазанные Духом Святым. Но, друзья мои, я всегда был в теле Христа. Бог желает, чтобы наша жизнь, она была предопределена, чтобы мы всегда находились в теле Христа. Бог смотрит на нашу жизнь. Мы это те части, мы это малые пазлы, которые составляют всю картину Божию. Поэтому, друзья мои, когда мы смотрим на всю картину, Иисус говорит, что Он спаситель тела. Поэтому, когда Христос, когда Бог Отец смотрит сегодня, Он смотрит на свою церковь, Он смотрит сегодня на свой народ. И если я нахожусь в теле, тогда Бог смотрит на меня через призму тела Христова. Поэтому, знаете, это заблуждение, когда люди думают, что если я вне тела, некоторые люди, знаете, говорят такие моменты, что, а вот как же Иисус говорил, что, а вот тот человек, который не ходит с нами, мы ему запретили, он изгоняет беса, и мы ему запретили. И он нам проповедует, так Господи, и говорит, не запрещайте Ему, потому что Он не против нас. И знаете, где-то люди говорят вот это место из Писания оправдывало тем, что якобы, ну, человек же вроде бы вне тела, но по правде говорят, но он не был вне тела. Он познал Господа. Он начал служить Богу, исполнять Его волю. И поэтому Иисус, просто проходя, знаете, Он говорил, что не трогайте Его пока, пусть продолжает служить. Потому что придет время, и Он все равно, кажется, в теле Христа. Невозможно, чтобы человек, рожденный свыше, не оказался в теле Христа. И поэтому дьявол задача выявить человека из тела Христа. всяческими усилиями, всяческими путями. И вот ему приходят разные моменты, испытания. И вы знаете, мне нравится, что Джон Максвелл, он в своей книге описывал такую ситуацию, и он говорил о баскетбольной команде. И он, есть одна баскетбольная команда, это люди, которые выигрывали очень много. И знаете, у них обычно в командах, которые играют в футбол, в хоккей, в баскетбол, у них на этих майках написаны имена, ну, фамилии и имена игроков. Вы знаете об этом, да? И вот он говорил, что одна такая команда была, и этот тренер, он, ни на одной майке не писали имена игроков. И некоторые игроки, которые приходили и играли в других там сборных, они начинали возмущаться, почему бы ему не дают написать свое имя на этой майке. И он говорил такие слова, ну, он говорил таким образом, что, вы знаете, говорит, достаточно, чтобы он имел название команды. Пусть радуется тому, что ему дал личный индивидуальный номер, но достаточно для того, чтобы он назывался названием команды. То есть, другими словами, что большая картина имеет более важное значение, чем личная роль. Хотя у каждого из нас есть личная роль. И есть люди, которые, знаете, достигают большей цели. Кто-то трудится больше, кто-то прилагает больше усилий и стараний. Апостол Павел вообще говорил о себе, он говорил, я вообще-то больше тех апостолов всех потрудился. Но ведь не я, впрочем, но благодать, которая во мне. Вы знаете, апостол Павел был человеком, который, ну, вот смотря на его пример, на самом деле он был где-то гордый человек. Ну, правда. Он гордился. Ведь если вы помните, он даже описывал в посланиях, бывало, начинал говорить в каких-то вещах. И даже сам лично писал. И чтобы я не превозносился чрезвычайно все откровения, дано там жало, плоть, ангел сатаны, который там удручает меня. Но, говорит, Господь сказал «Довольно для тебя благодати моей». Знаете, у каждого есть своя дубинка для смирения. И поэтому у апостола Павла была своя дубинка, чтобы он смирялся. И поэтому, когда он говорил о чем-то, он говорил, что я был тот-то, 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 но все вот это, говорит, я не почитаю чьи-тою ради превосходства по знамени Господа Иисуса Христа. Друзья, вы знаете, когда апостол Павел, будучи с Сауном, мне нравится, что Бог его избрал, потому что, когда он шел, он гнал церковь Божий. Он на самом деле был настолько настроен в своих целях и в своих планах, что Иисусу Христу пришлось прийти к Нему лично, явиться Ему и остановить Его. И знаете, что апостол Павел при этом не остался каким-то человеком и прочим, но он начал сразу же служить Господу. Но посмотрите на жизнь Павла. Ну, Сауэл, который стал Павлом, вообще даже само имя Павла, о чем он говорит? Вы знаете, Господь ему дал имя Павла. И с другой стороны, может показаться, что он и в гуманизме, потому что имя Павла означает Мауэль. Вы знаете, по другим, но Господь дал имя цель это имя Павла. Он дал понимание, что ты не самый главный, что Бог смотрит на свое тело. И когда апостол Павел, будучи еще Сауэл, когда он покаялся и три дня пробыл в посте, будучи слепым, когда произошло обращение, друзья, он сразу же пошел и начал служить Богу. Но что самое интересное, друзья, он не остался без церкви, без тела Христова. Написано, что он пошел куда? Церковь. Но его боялись все. И потом все разбегали, все убегали и не хотели принимать его. Единственное, Барнаула смог доказать другим, что апостол Павел нормальный, что с ним можно, он, ну, можно служить, что он на самом деле принял Христа и служить Господу. Поэтому, друзья мои, мы должны понимать, что Христос является спасителем тела. И мы должны смотреть на жизнь тех служителей, которые достигли этого, этих откровений. Апостол Павел много писал о теле Христа, много писал о церкви и о откровении. И вы знаете, он не как никто другой ревновал всегда о том, чтобы люди были в теле, чтобы люди находились в теле. Поэтому, друзья мои, мои цели и планы являются, мои цели и планы не являются важными, а божьи цели и планы являются важнее. Поэтому цель важнее роли. Маленький пазл большой картины, друзья мои. Мы все эти малые пазлы, которые составляют большую картину. Итак, я хочу, чтобы мы посмотрели одну историю. Это книга Иссель. Четвертая глава, 13-14 стиль. Если вы помните, была такая интересная ситуация. С Израилем, в Израиле была проблема, в Зеугеме была проблема. Ну, вы все помните царицу Иссель? Вы знаете историю о ней. Просто я брал такие истории, которые вы более знаете. Смотрели фильмы там и прочее. Потому что, если смотреть на все Писание, мы много увидим таких историй. Например, история Гедеона. Когда Гедеон, знаете, он говорил вообще-то, я самый, когда Бог нашим призывателем, Гедеон говорил, я самый малый в колене свое. И наше семейство незначительно. Но почему-то именно Бог. Знаете, когда он приводил эти доводы Богу, это на него не повлияло. Апостол Павел тоже Бог называл его малым. Поэтому Бог имеет значение. Мы все малые пазлы, но в лице большой картинки. И вот Гадаса, она же царица Исфири, когда будущий Гадасы, так произошло в ее жизни, что она хорошо устроилась. Так произошло, что она удачно вышла замуж, оказалась женой царя, как многие, конечно, сестры нашей церкви, желают и ожидают своего царя и принца на белом коне. Но вы знаете, ей повезло, слава Господу. И вы знаете, когда она сделала этот шаг, все в ее жизни наладилось, стало хорошо. До этого, знаете, над людьми издевались, они были под гнетом, и их не очень-то уважали, ценили. И не ценили до того, что даже Аман поднял свою руку на Иудеевы, хотел уничтожить весь и убейский народ. Но знаете, Гадаса достигла царского достоинства и стала царицей Ясфи. Ей дали имя, которое, ну, именно этого народа. И вы знаете, когда она стала царицей, вроде бы все было хорошо, жизнь пошла как по маслу, все было нормально. Но вдруг опять переломный момент в ее жизни. Вдруг угроза ее народу угрожает. И вот пришел ее дядя, Мардахей, который, ну, воспитывал ее всю жизнь, потому что она жила без родителей. И когда он пришел однажды, и он пришел к ней с посланник и сказал, у нас проблема, наш народ уничтожает, хотят уничтожить. Единственная зацетка, которая есть на сегодняшний день, это ты. Ты одна можешь изменить ситуацию. Но вы знаете, у нее была куча своих планов, целей и доводов. И вот что она начала говорить. Во-первых, я не могу как царица зайти к царю незваной. Это грозит смертью. Знаете, нашей жизни сегодня не грозит еще смертью. Ребятам, солдатам, может быть, которые сегодня обоюдно сражаются, возможно, они находятся под этим гнетом, когда им грозит смерть. Но знаете, когда мы сегодня живем, нам смерть еще не грозит, слава Богу. Но я хочу вам сказать, ей грозила смерть тогда. И когда пришла и наш диалог со своим дядей, мне, знаете, я кое-что увидел в этом диалоге очень интересное. Что дядя Мордахий не поспеснялся сказать о некоторых вещах и при этом не проявил нелюбовь. Потому что, знаете, когда бывают люди слышат истину и слышат правду, они почему-то думают, что их не любят. Но на самом деле, когда мы своим детям говорим правду, пытаясь предотвратить их от каких-то последствий, то мы-то любим их на самом-то деле. Они не любят, правда ли? И вот посмотрите, когда у нее были эти доводы, когда в ее жизни возник момент и вопрос такой, что ей делать, как ей жить дальше. Когда пришел момент, нужно принимать, было решение серьезное. Мы-то думаем, знаете, почему я сегодня в этой церкви? Почему я сегодня попал в это служение? Почему у меня именно эта семья? Почему то-то? Почему я работаю на этой работе? Почему я нахожусь в этом городе? Почему я живу в этой стране? Друзья мои, я хочу сказать, это не случайность. У Бога есть цель. У Него есть нарисованная большая картина. У Него есть план спасения, но не просто тебя лично. У Него есть план спасения. Он заплатил цену, свою гроб за церковь, за тело Христа. И тебя сделал частью своей церкви. Твое спасение это причастие к Нему. Когда мы принимаем причастие, друзья мои, это не обряд. Это напоминание того, что мы причастники к телу Христова. Что ты в теле Христа. Что ты не отбросил член. Что ты нужный член тела Христова. Что ты призван Богом. Что ты находишься в Его присутствии, в Его славе. Поэтому этот Бог призвал тебя. Друзья мои, Иисфирь. Я хочу прочитать 13 тысячи раз стих 4 главы. И вот что произошло. И сказал Мартахей в ответ Иисфирь. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царства. Аминь. Посмотрите, когда Иисфирь начал приводить свои доводы, у нее было оправдание. Ну, правда ли? Друзья мои, как часто у нас бывает оправдание, когда Бог призывает нас что-то сделать. Когда Бог призывает нас в этих людях. Когда Бог призывает нас в какое-то служение. Когда пастори призывают нас как цель как что-то сделать. Ваше слушание. Как часто мы слышим призыв, но в нашем сердце возникают свои планы и цели. И мы смотрим всего лишь на маленький пазл. Вы знаете, когда я складывал эти пазлы, я помню моменты, когда были пазлы, которые вроде бы выходили туда. Но когда ты вот поставишь его и когда уже как-то начинает больше рисовываться, ты смотришь как-то что-то не тот пазл. Вроде бы подходят. Вроде бы те же размеры. Вроде бы даже что-то похожее, но потом что-то не отсюда. Ему нужно взять и переставить что? В другое место. Поэтому, друзья, у каждого из нас есть место в теле Христа. Не думайте, что сегодня человек, что ты сегодня ехнул отброшь мне до тела Христова. Я не знаю, почему люди боятся идти и служить Богу. Но знаете, что я хочу сказать? Служить Богу вообще-то привилегия и честь. Для меня это честь и привилегия. Писали, говорят, что это честь и привилегия. И на самом деле, если я являюсь частью тела Христова, то во мне будет тот же дух, дух Христов. Это дух слуги. Это тот, кто будет всегда служить. Не важно, кто ты. Не обязательно быть пастором, друзья. но даже тот человек, который выбирает здесь, он важен. Важная часть тела Христова. Он имеет важное назначение. Он имеет важный принцип. И поэтому он имеет двойную миссию. Это в этот мир идти служить неспасенным людям и служить теле Христа. Служить теми дарами, которые мы получили от Господа. И посмотрите, Ессмирь принесла свои доводы, почему она не молит. Но Мардахей говорит эти важные слова. Ну что ж мне листать сегодня? И он говорит, что не думай, что ты одна спасешься в доме царствия из всех иудеев. Посмотрите, возможно, царица Ессмирь могла подумать, что меня пронесет. Но я поспасусь. Я же царица. Я же жена царя. И меня может пронести. Но Мардахей имел нечто важное отховение. Он не сказал конкретно. Но он говорит, может быть, поэтому ты достигла царского достоинства. Может быть, поэтому ты пришел в этот центр. Может быть, поэтому ты живешь в этом городе. Может быть, поэтому у тебя эта семья. Может быть, поэтому ты находишься в этом служении. Может быть, поэтому Бог тебя туда зовет. Потому что есть Божья картина, есть Божий план, есть Божья цель, есть Божье предназначение, есть что-то большее, что Бог видит. Есть то, как смотрит Бог, друзья мои. Может быть, это и есть торчасть, которая тебе предопределена. И поэтому, когда она говорила, Мордахей сказал ей, не думай, что ты одна спасешься. Если ты откажешься, спасение придет в другом место. Но послушайте, любящий Мордахей, который говорит, но ты и дом отца твоего что? Погибнете. Друзья мои, Мордахей имел откровение того, что Бог не просто смотрит на личность, как на человека. И потом люди думают, я спасен, и все хорошо. Я спасен, и все нормально. Я спасен, и не надо ничего больше думать. Друзья мои, но сегодня в этом мире масса людей, которые погибают, которые идут в ад, которые сегодня еще не знают Христа. Но насколько часто люди, верующие, бывают сконцентрированы на своих планах и своих целях? Друзья мои, знаете, какой ответ один есть? Я хочу вам сказать правду. Я сегодня пришел вам сказать правду. Что оправдание будет всегда. Ты занят будешь всегда. Твои цели и планы будут всегда есть перед дв Finlet forces. цели планов это будет всегдаup MALE всегда когда будут касаться большой к сажать это всегда вы затрагивать тебя это ставлю затрагивать в интересы это всегда будет затрагивать твою жизнь этом за т��ей выстрелы это может затрагивает свою работу эта кратерва голосленность это быть затрагивает всегда близян мы хочу сказать знать если бы сегодня бы кто-то если бы было теперь бы чтобы кому-то из нас казалось не думаю что ты достиг сегодня такого положения если ты можешь сам спастись то и не будешь делать спасение с другого места а ты и долгу погибнете это значит ужасные слова какой-то шли как он проклятие произнес но ведь на самом деле мордоке не произносил проклятие он понимал что если проблема придет на весь на всю иудею то надо тоже не спасет поэтому узнать что спасение должно было прийти спасение должно было достичь друзья но кто-то должен был принять решение и тогда царица если сказала хорошо поститесь тогда молитесь о мне и я возьму пост со служанками своими и друзья мы она разрешила ситуацию ситуация поменялась корни иудеи были спасли мы все знаем эту историю но причина по которой были спасли людей потому что один человек был ключевым человек когда бог призвал тебя когда мог поставить его насадил тебя он знает что ты тот ключевой человек который изменишь какие-то ситуации когда люди когда бог проводит тебя мимо каких-то людей когда ты сегодня где-то находишься в этом обществе вокруг тебя есть люди не спасены он знает что именно ты тот ключевой человек через которого эти люди будут спасены именно ты этот человек который станет спасением для этих людей которые погибают в этом мире именно потому ты сегодня там живешь именно потому ты сегодня с этими людьми дружишь или же дружил именно потому бог знает поэтому он и достиг сегодня того положения в котором ты находишься он и привел тебя туда в то место с одной целью что у него есть план он смотрит на большую картину он смотрит через призму на tricks муделы христоват и он смотрит сегодня на спасение каждого человека он желать искать подуже сказать свои детей свой народ делать Heil кother décider ипиarde сейчас это вы продолжили сегодня твои планы Это маленькие пазлы стали не настолько важными, сколько вся картина. Он желает, чтобы этими пазлами мы вылепили Божью картину. Мы вылепили картину Божьего Царства. Картина спасения этого города, друзья мои, это каждый из нас. Это малый пазл в большой картине. Это каждый из нас является этим пазлом в этой Божьей картине. Это каждый из нас призван и предназначен для этих людей, чтобы спасать. Чтобы являть спасением Божьим, чтобы являть искрением Божьим, чтобы приносить жизнь этому миру. Это мы из вами, друзья мои. Это каждый из нас. Бог смотрит на тебя, как на этот малый пазл, но в его большой картине. Поэтому Бог смотрит по-другому. Бог смотрит не так, как мы. Когда происходило одно избрание, вы знаете, в 1 книге Царь, 16 главе, описывается история, когда Бог избирал человека. И это 1 Царь, 16 глава, с 4 по 13 стих. 1 книга Царств, 16 глава, с 4 по 13 стих. Вы знаете, это было избрание Давида. Если вы помните, до этого Саул был царем над Израилем. Но вы знаете, что Саул не продал доверие и кредита Божьего. И в итоге Саул потерпел крат. И на его царство, которым царствовал Саул, был помазан Давид. И когда один пророк, он пришел, и Бог послал его, чтобы помазать царя над народом, после уже грехопадения Саула, он пришел помазать в дом Есея. И у Есея было 8 сыновей. Знаете, я сегодня, когда размышлял над этим, и вдруг я вспомнил одну историю с Кэтрин Кульманом, очень похожую. Когда Кэтрин Кульман настала на служение и начала служить Богу, вы знаете, она задавала Богу вопросы, говорила. Она просто начала служить в те времена, когда были такие доктрины, что женщина не может быть проповедником. Слава Богу, за женщину. И поэтому, знаете, хочу разрушить всякие доктрины. Женщина может быть проповедником. Поэтому, может быть, кто-то тут сидит и думает, что женщина не может быть проповедником. Иисус не смотрит на личности. Апостол Павел еще говорил, мы вообще не смотрим на личности. Потому что кто-то сконцентрировал только лишь на личности. Но, друзья мои, Иисус сконцентрировал на своем теле. Бог сконцентрировал на своем теле, на своей церкви. Поэтому Иисус не смотрит на личности. Для него важна картина, которую он нарисует. Для него важна Божья картина, Божьи цели. Поэтому, когда Иисус, друзья мои, был на земле, вспоминайте пример Иисуса, даже самый лучший пример. Он говорит, что не моя воля, но твоя, дорогие. И так, как я хочу, но как ты, Отец. Поэтому, друзья мои, Он смотрел на большую картину. Он не смотрел на себя, на свои оправдания, на свои доводы, на то, как не хотелось бы сегодня умирать по плоти. Но Христу пришлось отдать свою жизнь, и Он говорил, я Ее отдаю и добровольную. Потому что Он заплатил цену за наши грехи. Но каким образом, друзья мои? Таким образом, что Он видел Божью картину. Он видел картину Божьего спасения. И Он понимал, что Его роль была в этом. И потому что это было Божье предназначение, это было Божье призвание, это была Божья картина. И вы знаете, апостол Павел, извините, когда Саул был отверген на царство, и пришел пророк, то вы знаете, он тоже начал смотреть, как все люди смотрят. Ну, давайте прочитаем. Из 4 стиха 16 главы. И сделал Самуил так, как сказал Ему Господь. Когда пришел Он в Бифлее, то старейшины города с трепетом вышли навстречу Ему и сказали, «Милен ли приход твой?» И отвечал Он, «Милен. Для жертвоприношения к Господу пришел Я. А святитесь и идите со Мною к жертвоприношению. И осветил Есея и сыновей Его. И пригласил их к жертву. И когда они пришли, Он, увидев Елеава, сказал, «Верно сей пред Господом помазанных Его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид Его и на высоту роста Его. Я отрину его». Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. «И позвал Есея Минадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуилу, и этого не избрал Господь. И подвел Есея Саму, и сказал Самуилу, и этого не избрал Господь. Так подводил Есея к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Есею, «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуилу Есею, «В силе дети здесь». И отвечал Есею, «Есть еще меньше». Меньше. Малый пазл Он пасет овец И сказал Самуил Иисею Пошли и возьми его Ибо мы не сядем обедать, до кори не придет он сюда И послал Иисей И привели его Он был белокур, с красивыми глазами И приятным весом И сказал Господь Встань, помажь его Ибо это он И взял Самуил рог с ереем И помазал его среди братьев его И почувал Дух Господина Давиде с того дня И после Самуил же встал И отошел в раму Аминь Друзья мои С Кэтрин Кульман, та же история Она спрашивала, Господи, почему ты избрал меня? Когда все осуждают и говорят Ну, почему ты избрал меня? Ну, вы знаете служение Кэтрин Кульмана Это было сильнейшее служение Присутствия Божьего Даже, знаете, она не проповедовала особо Но когда она говорила Дух Святой приходил так Что в сердцах жизни людей изменяется Когда он выходил из служения Проходила через столов У повара падали От присутствия Святого Духа Потому что такое было влияние Сила Духа Божьего через ее служение И вы знаете И когда задавала эти вопросы Говорит, Господи, ну почему я? Почему не мужчины? Меня все время осуждают Но Бог сказал ей До тебя было 7 мужей Которых я призывал Но они отвергли волю Божью о себе Друзья мои, отвержение человека Воли Божьей о себе Они не захотели стать этим маленьким пазмом Божьей картине Свои цели и свои задачи Почему-то оказались важнее Божьей цели и Божьей задачи Друзья мои, никогда мы не можем Исполнить Божьи цели Божьей предназначения Если мы не отличаемся От своих планов и от своих целей Если мы не посчитаем свою роль Важнее целей Божьей То, друзья мои Мы не сможем ничего сделать Но если мы свою роль посчитаем Менее важной, чем Божья цель То мы тогда сможем достичь Божьих высот И каждый будет этим благословлен, друзья мои Потому что благословение не приходит Через то, что, ну, знаете, человек Ну, ему кажется, что он чего-то сможет Знаете, я видел таких людей Которые приходили в церковь И говорили, да я там много будет Что такое, я тоже И не соглашались С какими-то, ну, с видением С какого-то служения Какого-то церкви Вы знаете, есть люди видения А есть те, кто следует Участники этого видения И всегда так было, всегда такуют Не все будут людьми видения, друзья Хочу вам сказать Но есть люди, которые и люди видения Но есть те, которые Вот эти малые пазлы В этом видении Которые являются частью Помогают строить это видение И каждый из нас является этим пазлом Каком-то видении Какой-то цели Какой-то задачи И когда Я видел людей, когда они приходили Знаете, потом говорили Да Пытались принести свое мнение Свою правду В этой ситуации В это служение В церковь И когда они знаете Уходили и думали Что мы начнем У нас все получится У нас все будет Аллилуйя Это же было людей Которые говорили Что до скорого У нас будет там Все будут у нас В церкви И знаете Эти люди Они так одиночками остались Потому что Ничего не изменилось И не поменялось Правда такова Что если ты вне тела То Христос Смотрит через призму Тела своего Христос Есть спаситель тела И он же глава Своего тела И не потому что Люди какие-то неуспешные Или чего-то не могут добиться Просто потому что Они взяли И отрезали себя От тела Христова И остались просто Одиночками Поэтому, друзья мои Кэтрин Кульман Задавал эти вопросы Когда пришел пророк Помазывать Он, знаете Тоже смотрел Как смотрят люди Смотрят Вот этот красавец Вот это помазание Вот его Мы изберем Ну, друзья мои Бога Есть большая картина Почему Бог избрал Именно этого маленького мальчика Красивого вида Белокурого Друзья мои Я хочу сказать Здесь только красавцы сидят На этом лесу И белокурых И не белокурых И вообще не курых И Бог смотрит на тебя лично И Он смотрит лично в твою жизнь И потом, когда пришел пророк, друзья мои Он смотрел Как обычно Знаете, у него тоже были свои планы и цели Вот этот будет цель Но Бог сказал нет Потому что Бог смотрит не так, как человек Человек смотрит куда? На лицо А Бог смотрит на сердце Друзья мои Вот почему Бог выбрал Давида Потому что Он хотел пастыря Который должен стать пастырем для Иудеев На самом деле Потому что, знаете Он, ну, пожалел, что Он избрал Саула И поэтому Он знал, что Ни Илья, ни другие все Вот эти семь сыновей Не смогут стать пастырем для Израиля Но именно Давид Это тот человек ключевой Который должен быть пастырем Народа Божьего Поэтому, друзья мои Бог смотрел на большую картину Потому что, ну А почему не я, Господи? Ты важен, но в той сфере Где Бог тебя поставил Поэтому радуйся, что у тебя есть этот номерок на футбол И ты в теле Христа Служи Господу Наслаждайся им И делай Божье дело с радостью В Иезекииле 22 главе Треценном стихе Ром говорит такие слова Искал я у них человека Который бы поставил бы стену предо мною И стал бы прономен за землю Чтобы я не поразил ее Но не нашел, друзья мои И так бывает иногда То есть, Бог ищет ключевых людей Ты не просто так здесь, друзья мои Ты не просто так, Бог стучал к тебе Чтобы идти в какое-то служение А ты до сих пор сидишь и ждешь Что тебе нужно еще, чтобы с неба что-то упало на голову Если с неба на голову упадет То извини Мы похороним и тебя, и твое служение В общем, на этом не закончится Поэтому не рождай, что что-то упадет Друзья мои Если Бог уже сказал Иди и делай Божье дело Оставь свои личные амбиции, личные планы Оставь свою советую Поэтому, друзья мои Почему Он говорит, что Послушайте, справедливость Божья Она говорит так Возмездие за грех смерть И поэтому поражение приходит из-за греха Но посмотрите, что Бог говорит Что делать сила ходатайства Послушайте внимательно Бог говорит Я искал человека, который бы поставил бы предо мною стиль По справедливости Божьей То есть, другими словами Вот, Божья справедливость Идет поражение, наказание за какие-то грехи За какие-то ситуации На иудею Потому что они согрешили Но теперь смотрите Что делать ходатайство Он говорит Я искал человека, который бы построил бы стену Предо мною О чем это говорит Это говорит, что когда идет поражение Вот что делать ходатайство Оно строит стену И останавливает это поражение По справедливости Божьей Вот почему важно ходатайствовать За спасение людей Вот почему важно ходатайствовать За Украину Вот почему важно сегодня Словить Богу И быть ходатайем Не важно, где ты находишься Бог говорит, что я искал человека Но на тот момент он не нашел Друзья мои Пусть сегодня будет тот момент Когда он найдет Найдет ходатайв за твою семью Найдет ходатайв за людей С которыми ты общаешься Найдет ходатайв за твою служение Найдет ходатайв вообще За то дело, которое Бог тебе поручил Пусть ты станешь тем Кто станет ходатайв Потому что он поставит стену И люди с вами остановят Это поражение Потому что справедливость Божья говорит Поражение А ходатайство говорит Остановит Есть много разных примеров О ходатайстве Когда Аарон затурил поражение В Израиле Через кодильницу Когда насыпали огня Кодильницу зажгли И когда было поражение великое И они там Побежали перед народом Между язвой и народом Встали посредине И начали ходить И Бог остановил поражение То же самое Справедливость приносит Божья на самом деле Справедливые суды не приходит Это правда Друзья, вот то, что происходит в нашей стране Справедливые суды Правда приходит Но есть то, что может остановить Всякое поражение И есть то, что может остановить гибель И есть то, что может остановить разложение Это ходатайство Потому что Бог призвал тебя Стань тем человеком, которого Бог нашел А не тем человеком, которого Он искал И никогда до сих пор найти не может Я хочу быть тем человеком, которого Бог нашел Поэтому я принял этот вызов от Господа и следую сегодня за Ним. И, друзья мои, чтобы, конечно же, чтобы достичь большой картины, чтобы достичь того, чему хочет Бог, есть некоторые факторы, некоторые вещи. Несколько посмотрим и завершим сегодняшнюю проблему. Посмотрите, во-первых, смирение. Если нет смирения, друзья мои, то мы не сможем достичь Божьей цели. Каждый из нас должен иметь смирение. Мне нравится, что один человек написал о Буинстоне Черчилле. Кто слышал о Буинстоне Черчилле? Это великий человек, который был премьер-министром Англии. Во времена Второй мировой войны, когда Англию задела война, и произошел такой момент, шахтеры в Англии начали бунтовать. Из-за чего? Из-за того, что престижным было идти на фронт, воевать. За это все почески были, это было престижным. Но, знаете, они не хотели просто отсиживаться там в шахтах, на этой никому, казалось бы, невыгодной работе. Потому что, знаете, когда сегодня в это время уголь, это одно. В то время, в те времена уголь, это целые составы, эшелоны, которые толкались. Потому что поезда ездили тогда на угле. Вы знаете, когда нашелся этот бунт среди шахтеров, и они все хотели на фронт, хотели воевать, и оставить это угольное дело. Уинстон Черчилль, он приехал туда лично, и начал разговаривать с этими шахтерами. И он начал им нарисовать картину, и говорить, когда мы одержим победу, будет парад победы. И во время парада победы, впереди пойдут там морские пехотинцы, например. И мы будем кричать слава, ну, типа, молюя за то, что одержали победу. Потом пойдут там, типа, сухопутные там войска, там, тролляд. Ну, говорит, за ними пойдут шахтеры. И все будут говорить, а что они делали? Они снабжали углем всю армию. Целые вот эти эшелоны, которые шли туда на фронт. И если бы не они, этого угля бы не было. Была бы вся работа остановлена. Вы знаете, когда он говорил он об этом, вдохновлял, шахтеры начали плакать. Потому что это имя так сыпануло. Что, оказывается, они не те, которые бездействуют, а не те, которые действуют. И нацикой сказал еще один человек, это, сейчас, Рей Кроу. Он сказал, никто из нас не важнее остальных. Знаете, когда я, бывает, слышу, люди бывают, ну, фаснятся. Вот наше служение, там, важнее того служения, или там, траля-ля. Но я хочу вам сказать, правда такова, друзья мои, что Бог смотрит на большую картину. Мы все пазлы в Божьей картине. Никто, нет никого важнее другого. Каждый орган важен. Поэтому страдает один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, радуется с ним, что все члены. Друзья мои, Бог так соразмерил тело и так соустроил. Поэтому, возлюбленные, каждый важен. Каждый находится, должен находиться на своем месте. Поэтому Бог прислал нас, чтобы мы все вместе совершали Божье дело. Делали Его работу. Служили Ему, исполняли Его волю. Поэтому нам нужно смирение. Без смирения, друзья мои, мы не можем исполнить Божьи предназначения. Мы не можем построить эту большую картину. Поэтому через смирение мы можем построить эту картину. Второй момент. Ну, их много есть разных моментов. Ну, мы несколько посмотрим. Друзья мои, это жизнь в прощении. Нам нужно научиться жить в прощении. И нам нужно научиться просить прощения. Есть люди, которые не просят прощения, когда согрешили. Но я хочу вам сказать. Ситуация, когда мы просим прощения. Потому что в конфликте всегда виноваты несколько людей. Оба виноваты. И если мы просим прощения, друзья мои, то это как бальзам, как гелей, исцеляющий нашу взаимоотношение. Как гелей, который смеивает нашу работу. И позволяет достигать Божьей цели. Поэтому нам нужно научиться прощать. Потому что не бывает так, друзья мои. Мы все будем в такой ситуации, что наш эгоизм и наша гордость будет затронута. Наше я будет всплывать и выскакивать как угодно. И мы все будем сконцентрированы на своих маленьких целях. Но, друзья мои, Божья картина. Большая картина важнее наших малых ролей. Наши малые роли важны, но мы все цен важнее роли. Поэтому, друзья, давайте будем трудиться. Работать над собой. У нас в лагере была вот история, когда один человек работник. И так произошло, что, ну вы понимаете, там все влезаются в лагерь. Вот, там билетинка такая стоит, в лизарке. И все подходят туда и оттуда в лизарке. И так случилось, что один человек, ну у нас настолько, его начала раздражать ситуация определенная. И из-за чего? Из-за того, что когда мы концентрируемся на своих целях, на своих плановых, друзья, мы забываем об этой большой картине. И забывая большой картине, мы становимся эгоистами, которые не получают прибыли и удовольствия служения Богу, получают только лишь ущерб и не получают благословения. И вот что произошло. Как случилось с артенцией, что из-за того, что он начал это замечать, видеть, в общем, в итоге этот человек хотел бросить все и уехать. А на нем была, ну, серьезная работа взяла. Очень серьезная работа. И получается, если бы этот человек, один человек, бросил бы, он всех бы подвел. Всех, абсолютно. Все бы пострадали. То есть пришлось бы, ну, максимально что-то делать. Потому что у каждого там своя роль. И знаете, ну, когда я подошел, вот, вот, говорил с этим человеком, и, ну, не только я разговариваю, и вектор лагеря, и я говорил, я сказал ей, послушай, ты просто сейчас так поступаешь, потому что сконцентрировал на себе, на своем эго, на своей цели себя сквозь и бегал. Ну, посмотри на большую картину. Просто представь, что ты сейчас, ну, всех просто, ну, передашь, кинешь, увидишь, и все. Просто напомню, если ты только, ну, переступишь на шаг, научись жить в прощении. Ну, произошла ситуация, ну, прости-то. Ну, мы все, бываем, ну, выходим из себя. И бывают разные ситуации. Но мы должны научиться жить в прощении. И просить прощения, друзья. Знаете, я до сих пор не перестал просить прощения. Потому что где бы ни было, я в семье, в служении, бывают моменты, казусы, когда ты просто, ну, где-то что-то не так сделал. На себе сконцентрировал свое внимание. И мы все к этому слом. И знаете, когда мы поговорили об этом, я смотрю, ситуация где-то переломила, изменилась. Слава Господу. Знаете, сейчас уже вторая половина лагеря пошла. Прошел переломный момент. Просто был момент, когда пришлось всех собрать и молиться. За наставников, за всех. Потому что то, что начало происходить, уже вышло из-под контроля. Поэтому, друзья мои, правда такова, что нам нужно жить в прощении. Нам нужно быть сконцентрированы на Божьих планах и Божьих целях. И еще один момент. Будем молиться. Третий момент, который есть, тоже очень важный. Это жертвенность, друзья мои. Без жертвенности мы не сможем достичь Божьих планов и Божьей цели. Правда такова, что всегда, чтобы исполнить, нарисовать эту большую картину, чтобы стать частью большой картины, придется жертвовать. Жертвовать своими интересами, жертвовать своим временем. Жертвовать своими финансами. Иногда жертвовать своими семейными ценностями. Но это не говорится, что будет ущерб. Но это говорится о призвании предназначения. О твоей миссии. О том, кто ты есть. Кем тебя Бог видит. Кем тебя Бог предопределил. Без этого, друзья мои, ничего по-другому никак не будет. Всегда, чтобы исполнить большую картину, придется жертвовать. Если ты не научишься жертвовать, то никогда мы не сможем быть сконцентрированы на этой картине, на Божьей картине. Поэтому, друзья мои, у нас есть сегодня хорошая возможность стать жертвенными людьми. Жертва ради Божьей цели, Божьих планов. Встань этим человеком. Встань тем, кого Бог будет использовать как часть тела Христова. Малый пазл большой картинки. Встань этим малым пазлом Божьей картинки. И Бог гарантирует, что ты будешь с ним на ней. Что ты будешь спасен. Потому что ты в теле Христа. Пусть тело Христово станет важной и неотъемлемой частью для тебя и твоей жизни. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что мы являемся частью Твоего плана, Твоих целей, Твоего предназначения и Твоего призвания. И мы просим и молим Тебя, благослови каждого из нас, чтобы нам войти в этот план, в эту цель. Чтобы нам быть частью Твоего плана и Твоей цели. Мы просим и молим Тебя, драгоценный Дух Святой, покрой каждого из нас Твоим покровом и благослови. Если мы где-то были сконцентрированы на себе, мы просим Тебя, прости нас, Господи, очисти нас от всякого эгоизма, освободи от всякого греха и научи нас быть этим малым пазлом в этой большой картине. Ты смотришь на нас через призму тела Христова. И мы просим и молим Тебя, благослови, чтобы каждый был частью Твоей церкви, чтобы каждый был частью Твоих планов, чтобы каждый был частью Твоего предназначения для его жизни. И мы просим и молим Тебя, подними сегодня Твой народ и Твою церковь, быть этими пазлами в Твоих целях, в Твоих планах, в плане спасения людей в этом городе, в этой стране, в этой земле, в плане быть ходатайами сегодня за жизни людей, за нашу землю, за эту страну, Господь. В плане Твоем, Господь, чтобы быть служителями Твоими, чтобы в каждом служении, где Ты предопределил нас, Господь, быть не теми, кто будет созидать Свои имена, а быть теми, Господь, кто будет созидать Твою картину, строить Твои планы и достигать Твоих целей, Господь. И мы признаем сегодня, что наша роль, Господь, не настолько важна, как цель этой большой картины. И мы сегодня все являемся частью этой картины. И мы увидим, Господь, наш город спасенный. Мы увидим, Господь, церковь процветающей и сопилующей. Мы увидим, Господь, людей спасающимися, потому что Ты сделал нас частью этой большой картины. И мы благословляем друг друга сегодня. Мы благословляем сегодня Твой народ. Мы благословляем Твой церковь. Мы провлашаем Твой покров, Твою защиту, Твое благословение и Твое обеспечение. Твое имя Иисуса Христа, Твой мир и благословение, да, придет на Твой народ. Мы прославляем Тебя. Мы превосносим Тебя. Мы возберечиваем Твое святое имя. И даму тебе вся слава, вся честь и вся плава во веки веков, великий святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь, Иисус, слава тебе!